Здравствуйте, дорогие мои зрители и гости моего канала. Сегодня хочу показать вам те процессы, которыми я занимаюсь. Я вкратце рассказывала в эстафете, которую мне Верочка передала, в ответах на ее вопросы, какие у меня процессы сейчас в работе. Но сейчас я покажу более подробно. Первый процесс, но он не первый, он как бы, он межпроцессный, так как, вы знаете, у меня есть два основных процесса конкурсных. Это совместный проект в Инстаграм, проект Hardanger, который организовали девочки, организовала помаринка, ее ник в Инстаграме Марина. Это осенний лагерь Hardanger по вышивке, такой небольшой салфетки. Но я не думаю, что это у меня будет салфетка, это, скорее всего, будет крышка на коробочку. В этой коробке будут храниться ниточки перли. Вышиваю я вот на такой равномерке, это Лугана 27-го каунта, такого розово-пепельного цвета. Вот вы слева видите то, что должно получиться в итоге. Значит, прошло две недели. Задание первой недели было выполнить разметку. Разметка выполнена контрастными ниточками, видите, через четыре клеточки конвис. Такая была рекомендация, так удобнее вышивать. И выполнен вот этот вот шов строчевой, ниточковый перле Экрю, перле номер 8. Хотя Марина писала, что нужно, в принципе, номер 12. Мне понравилось, что такой шов рельефный, высокий, выступает. В задании второй недели было вышить два элемента. Видно, неинтересно, вот так, видно, наверное. Два элемента, видите, заполняется вся площадь. В каждой клеточке находятся отдельные элементы. Все они, в общем-то, разные. Значит, в задании первой недели было выполнить два элемента. Вот этот первый и вот этот второй. Значит, вот элементы я уже выполнила. Это задание, в принципе, вполне такое уж сложное. Значит, здесь алжирские глазки и гладивые стежки. Значит, вот этот элемент немножко посложнее, этот попроще. Но, так сказать, по возрастающей. Почему я вступила в этот совместный проект? У меня есть желание вышивать хардангером. Ну, что-то более сложное, может быть, какие-то салфетки. Вот, но я уже немножко подзабыла и давно уже этого не делала. Поэтому мне хотелось поучаствовать. Видите, здесь самые разные и прорезная гладь разная. Прорезные бриды разные, разные формы. Значит, мне хочется все это вспомнить и потом уже взять какой-то дизайн и вышивать. Вот, значит, ну, так как я закончила уже работу на этой неделе, следующий элемент будет признан в понедельник. У меня осталось время. Как вы думаете, что я делала? Я выбирала себе новый проект. Вернее, я его выбрала уже давно. Но я хотела на год петуха вышить именно эту картинку. Почему именно эту? Сейчас я объясню. Это дизайн Вероник Ажинжер. И видите, он напоминает мне по своему стилю работы ботанической коллекции. И дизайн квадратный. Очень хороший из него получится подушка. И по размеру он подходит к тем дизайном, которые у ботанической коллекции. Они 120 на 120 крестиков. Это дизайн 110 на 110. Но здесь, видите, свободный воздух вокруг. То есть можно сделать чуть шире и дальше эту подушку. Вот. И, значит, работы тут, в общем-то, немного. Тут в основном вышивается вот сам петух. Правда, там довольно намешанная схема. Но как бы тут не так уж много этого. Остальное все. Тут вот полукрест, сепия. И вот это вообще бэкстич страшный. Вот. Ну, значит, вчера я уже распечатала схему. Нашла перенабор в Пэттенмейкер. Усовершенствовала, так сказать, саму схему для себя. Распечатала. И уже готова была, в принципе, вчера вечером начать. Но что-то мне стало лень. Почему лень, я объясню. Значит, вот я выбрала для основы вот такой вот лен. Не знаю, кто это. Но как бы я подозреваю, что это 32-й каунт. Не знаю название, но это 32-й каунт. Значит, такой грязный, бледно-бледно-сиреневый. Даже не знаю, какое название у этой ткани. Думаю, что вышивать будет удобно. Но почему стало лень? Потому что, видите, здесь неполная зашивка. То есть надо или размечать его, или начинать с какого-то угла. Ну, короче, лень мне было вот этим заморачиваться. Я думаю, что все-таки эту работу начну. Буду вышивать ее в рамках совместного проекта, который организовала Надежда Ая-рукодельница. Буду выкладывать как бы отдельно отчеты по этой вышивке. Ну и буду вышивать, сколько буду вышивать. Год петуха еще не начался, и сколько он будет, я успею, думаю, вышить. То есть он будет как бы совсем междупроцессный процесс. Мне только главное собраться его начать. Думаю, наверное, все-таки я конвой эту размечу. Так мне будет легче, чтобы не путаться потом. Вот, это следующий проект. Ну, как бы на этом, вы знаете, что петушками я уже занималась. Я вышивала шовчиками петушки. Не петушки, а петушков. Значит, это было в совместном, не совместном проекте, это была авантюра, которая называла шовчиковый кукарек на вышивалочке. Я вышила два. Тоже об этом уже показывала, рассказывала, везде это показывала. Значит, вот из одного у меня шилась вот такая подушечка. Размер ее 43 на 23, по-моему, сантиметра. Значит, вот из такой вот ткани. Она типа джинсовая, нет джинсовая, ну, плотненькая такая ткань. Значит, вот такая была у меня тесьма. Все из запасов, ничего не покупала сюда. Покупала для какого-то украшения. А, для... Я шила куклу Тильду. И для украшения ее покупала вот такие цветочки уже готовые. Вот я их пришила вместе с бисером в серединку за основу. Вот шилась такая подушка. Значит, обратная сторона вот такая. Сейчас я выключу, наверное, свет искусственный. Так будет лучше. Обратная сторона вот такая вот. Вам она кажется более алая. Значит, на самом деле ткань более бордовая. Вот так, наверное, лучше видно. Значит, здесь застежка. Прорезанные петли. Застежка на две пуговицы. Пуговицы такие декоративные. Просто пришила вот таким вот стежком в середину. Кстати, интересно, в камеру отсвечивает мел, которым размечала петлю. А на самом деле его не видно. Очень интересно. Вот. Зашилась у меня вот такая подушка. Ну, видите, ткань персиковая. Кто не видел, как я это вышивала, это до воса. Довольно крупный петушок получился. Вот такая вот подушка. И есть у меня еще второй дизайн. Второй дизайн я уже показывала более цветной. Говорила, что я хочу сделать что-то типа прихватки. Но получается довольно большое по площади изделия. Поэтому это будет, скорее всего, панно. Я сейчас нахожусь в процессе шитья. Вот, видите, уже начинаю собирать вот эти вот части. Значит, весь порядок работы я буду показывать в отдельном видео. Потому что об этом попросила Марта Светикова. Что когда я буду делать шитье, хотя бы в фотографиях поэтапно показать, как я это делаю. Но раз человек попросил, то это буду делать я, конечно, отдельно. Вот. И, значит, этот процесс тоже у меня в работе. Последнюю готовую работу покажу вот так вот с рук, потому что ее нельзя показывать. Ну, как бы не могу положить на стол, она большая. Вот в процессе блокировки у меня находится салфетка. Я ее закончила. Салфетка павлиния перо. Вышивала по мастер-классу на ютюбе. Я оставлю ссылочку. Вот получилась такая салфетка. Значит, ниточки. Здесь хлопчатобумажные. Ушло почти два моточка. Вот такая работа. Салфетка памятная. Я ездила со мной в Канаду, проходила таможню. И проверку ручной клади вместе с крючком. Было очень волнительно. Ну, такое памятное у меня изделие. Вот. Ну, вот. Спасибо всем, кто посмотрел. Такие мои процессы на сегодняшний день. До свидания.